Всем привет! Я смотрю, тема замены импортных масел отечественными вариантами стала очень популярна. Ввиду подорожавших мобилов и шеллов, народ постоянно нас спрашивает, что ему залить подешевле и так, чтобы не вовред двигателю. Сегодня разберем как раз такое масло. Оно дешевле, оно нашего отечественного производства и оно нормального качества. Такое можно лить в современный Volkswagen, Mercedes, BMW и не платить при этом бешеных денег. Конечно, если вы можете себе это позволить, не нужно бросать импортное масло, которое вылили годами, и бежать покупать наше ради экономии в тысячу рублей. Отечественные масла это не мобил и не шел по технологиям, и вряд ли в ближайшем будущем достигнут того же уровня. Но в категории цена-качество наши масла сейчас рулят. Тот случай, когда масло хорошо сделано и при этом не стоит заоблачных денег. Итак, встречайте, Танека Премиум Ультра Эко Синт 5В30. Это среднезольное масло, разработанное прежде всего для немцев. У него есть достаточно серьезная и сильная спецификация – Volkswagen 504 и 507. Например, такие масла льют в Volkswagen от Jetta до Touarego. А это огромный автопарк, который колесит по нашим дорогам. Также оно подойдет и дизельным японцам-корейцам. Делают это масло у нас в Нижнекамске. Базовые масла в основном свои, а пакеты присадок импортные. Напоминаю, что этот анализ инициировали и оплатили обычные автолюбители – форумчаневую клуба. Это они закупали образец в рознице и посылали его в лабораторию. Специально это говорю, чтобы меня потом не связывали с компанией Танека и не строили громких теорий. Многие просто не понимают всей нашей кухни. В новой клубе спокойно можно проследить, как мы скидываемся, решаем, что протестировать, как протестировать и кто будет закупать масло. Итак, смотрим вскрытие образца в лаборатории. Температура застывания – минус 40 градусов Цельсия. Да, это не паосинтетика, это гидрокрекинг. Поэтому температура застывания обычная, рабочая. Густые масла на гидрокрекинге почти все такие. Тут не нужно думать, что это масло прям застынет в морозы. До минус 30 оно отработает нормально в любом регионе. Если же в вашем регионе зимой неделями стоят 40 градусные морозы, лучше, конечно, заливать масло другой вязкости. Например, 0W30. Основным параметром моторного масла является щелочное число. Обычно чем оно выше, тем лучше. Но это правило не всегда верно. Важно и как быстро срабатывается щелочное. Изначально оно может быть очень высоким, а в отработке сдуться за 5000 километров. Танека выдала щелочное чуть выше среднего – 8,5. В принципе, это хороший результат для среднезольника. У него определенно есть моющие нейтрализующие свойства, чтобы противостоять кислотам и образованию отложений. Ну а к испаряемости масла чуть больше 8%. Этот параметр говорит о том, как масло будет угорать. Насколько оно способно длительно выдерживать высокие температуры и не терять в своей массе. Спецификация Mercedes-Benz за 29.51 требует выдерживать NOAC ниже 10%. У нас 8%. То есть Танека с запасом удовлетворяет этому требованию. Температура вспышки 234 градуса Цельсия. Этот параметр также говорит о термостабильности масла при высоких температурах. Чем он выше, тем лучше. Это значит, что масло будет меньше окисляться в зоне высоких температур. Поршневых колец, подшипников турбин и так далее. Чем медленнее окисление, тем медленнее старение. А еще вспышка и NOAC говорят о качестве базового масла, которое здесь используется. Плохая база таких хороших характеристик не выдает. Вязкостные характеристики четко дают нам понять, что это масло действительно стандарта оси АЦ3. Это густая высоковязкая тридцатка. К сожалению, сейчас многие заводы косячат и не выдерживают необходимую вязкость. Прям какая-то напасть. То ли они экономят на базовом масле, то ли не в состоянии смешать масло точно. Не ясно. По вязкостным характеристикам я обычно сужу, насколько щепетильно завод относится к качеству упускаемого продукта. Здесь у Танека вроде бы все нормально. Содержание серы 0,009%. На самом деле это очень мало. Низкое содержание серы говорит о том, что базовые масла здесь хорошо очищены. А в пакете присадок снижено ее содержание. Обычно чем ниже сера, тем современнее присадки. Зольность сульфатная также радует. 0,78%. Масло удовлетворяет стандарту оси АЦ3. Оно действительно чистое на нежелательные элементы. Пакет присадок пока нам неизвестный. Но мы видели такую же рецептуру у Бордаля и Новуса. Возможно, Лубризоль, а может и Инфиниум. А одно понятно. Это какой-то совершенно новый пакет. Здесь много бора, как беззольного дисперсанта. Он обеспечивает диспергирующие свойства и немного повышает щелочное число. Магний и кальций, как основная моющая нейтрализующая присадка, которая борется с кислотами и загрязнениями. Ну и, конечно же, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Куда же без них? Чтобы понять базовый состав масла, открываем ЭК-спектр Форье и смотрим пик на волне 722. Он у нас равен единице. Это говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге и VHVI. А теперь давайте посмотрим на этот маленький горбик. Это улучшайзер, который характерен именно для масел Volkswagen со спецификацией Volkswagen 504-507. То есть масло изготовлено в соответствии с тем, что заявлено на канистре. Вывод у меня такой. Самый главный плюс Тонека Премиум это то, что производитель сделал все точно и не жадничает по ценнику. У масла хорошая термостабильность при высоких температурах. Оно мало окисляется и угорает. Чистое на нежелательную серую изолу. Создано на основе нового современного пакета присадок. Все параметры соответствуют заявленным стандартам. Минусов я не обнаружил. Пожалуй, единственный недостаток это масло не везде можно купить. Тонека Премиум хорошо подойдет бензиновым вагам с прямым впрыском. Дизельным вагам с сажевыми фильтрами. Его можно лить в BMW, Mercedes, в дизельные Kia, Hyundai. Хорошо зайдет дизельным крузакам и поджериком. Это масло сейчас продается по цене 2700 рублей за 4 литра. И на фоне импортных масел оно стоит дешево. Знаю, что у владельцев вагов сейчас большой головняк, что брать. Потому что все масла взлетели в цене. Так что вот вам хороший вариант. Качественное масло по бюджетной цене. Купить его можно на заправках Татнефть. У кого их в городе нет, Тонека есть в Емиксе и на Озоне. В общем, при желании найдете. В описании к ролику я всегда даю ссылку на наш анализ. А там указаны артикулы этого масла, по которым его можно найти в ваших любимых интернет-магазинах. Ну и тем, кто смотрит меня внимательно и до конца, бонусом анонсирую еще одно хорошее масло. Это Тонека Делюкс Эко 5В30. Оно стоит еще дешевле. 2400 рублей за канистру. Снимать обзор на него не буду. Нет времени и желания. Переходите на Оилклуб и в разделе анализы читайте про него. Это такой же среднезольник. Его также можно лить во все перечисленные автомобили. Только оно без спецификации 504-507. Хотя в ВАГе оно тоже пойдет. Если интервалы смены не будут превышать 7500 километров. В общем, оставайтесь с нами. Мы всегда нароем для вас что-нибудь интересное и по хорошей цене. А на сегодня у меня все, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok